Ирина Мишанина готова платить невестке ежемесячные алименты в двойном размере, при условии, что родственница откажется от теста на определение отцовства. Жанна Сорокина уверена, что все в семье должны узнать правду, в том числе и обманутый муж, даже если для него ее измена станет смертельным ударом. Что бы вы сегодня с Жанной Григорьевной хотели бы обсудить? Я пришла сюда к вам сегодня для того, чтобы предложить жене своего брата Алексея Жане алименты на сумме 10 тысяч рублей на ее сына Артема. А взамен прошу ее отказаться от этой бредовой идеи подачи экспертизы, установления ДНК в соответствии ее сына, тестового, то есть на отцовство. Поясню вам, чтобы вы не запутались, так сказать, в наших семейных коллизиях. Жанна, жена вашего брата. Да, дело в том, что ее сын Артем, но отец настоящий, не Алексей, не ее муж. Алексей ваш брат, ее муж, да? Да, настоящий отец, другой человек тот, но у того другого человека есть своя семья, есть любящая жена, трое детей, замечательная должность, много хороших друзей, и он вообще никогда не собирается на ней жениться, и не женится на ней никогда. А Артему сколько лет? Четыре года. Четыре года. Значит, Жанна, жена вашего брата, но у них есть ребенок Артем, четыре года, но вы знаете о том, что этот Артем не от вашего брата. А Алексей ваш брат знает, что Артем не его ребенок? Нет, не знает, поэтому я и хочу предложить ей алименты в размере 10 тысяч рублей за ее молчание, так сказать. Чтобы она не говорила вашему брату, что Артем не его ребенок. Да, дело в том, что, понимаете, очень хорошая у них семья. Алексей, он замечательный брат, любящий отец, любящий муж, да Жанна просто дура какая-то, да ей всю жизнь все завидовали. Вы хотите предложить алименты, выплачивать ради того, чтобы все это так и оставалось, как оно есть сейчас. А Жанна, я так понимаю, собирается установить отцовство вот того человека, биологического отца ребенка, и уйти от Алексея, развестись с ним? Жанна, пожалуйста, расскажите мне, пожалуйста, вашу версию событий. На мой взгляд, все-таки дети должны расти со своими биологическими родителями. Какой бы там Леша, как ты, Ир, говоришь, хороший не был, у моего сына Артема есть биологический отец. И он об этом знает. Мне хочется, чтобы он его воспитывал, чтобы он его обеспечивал. Биологический отец знает, что Артем его ребенок. Просто Ира-то не до конца все рассказала. Дело в том, что этот биологический отец ее муж Дмитрий. Ваш муж Дмитрий. Да, вот такая вот у нас семейная коллизия, про которую она говорит. Поэтому в данном случае я бы поспорила, что Ира хочет своего брата как-то здесь обезопасить от этой ситуации. Она просто боится скандала, который будет, когда я добьюсь своего, сделаю ДНК-тест и докажу, что ее муж Дима является биологическим отцом Артема. Вот и все. Ира, отпусти, пожалуйста, своего мужа просто с Богом. Мы создадим с ним счастливую семью, и все будет тихо, мирно. Ты боишься скандала, да? Ты пытаешься деньгами сейчас вот этот скандал закрыть. Давай сделаем по-другому. Ты спокойненько разведешься со своим мужем, я через месяцок инициирую развод со своим, и мы будем жить все долго и счастливо. Никто об этом не узнает. Ты спокойненько будешь там со своими детьми, я спокойненько буду с Дмитрием Борисовичем, создам с ним счастливую семью, у нас все будет хорошо. Право. Дмитрий Борисович, да, супруг ваш, он когда узнал, что Артем его ребенок? После рождения. То есть он уже 4 года знает? Да. А он как-то в его жизни участвует? Ну, он, получается, у нас сейчас дядя, поэтому вот как дядя участвует. А, как дядя участвует? Ну, конечно. Жанночка, а скажи, пожалуйста, а кто тебе сказал, что я мужа своего держу? Какая женщина не держит своего мужчину? Наверное, тебе тяжело понять, что он всегда любил и любит только меня. Поэтому изменяет. Ну, ты для него была так просто развлечением, наваждением, о котором он, поверь мне, моя дорогая, очень сильно сожалеет. Откуда ты знаешь? А вот про вранье говорить? Ну, так это, конечно, не тебе. Где же ты была раньше Артема-то уже сейчас? Сколько? Четвертый год пошел, 4 года. С чего тебе пришлось именно сейчас вот вытаскивать все это все грязное белье на всеобщее обозрение, а? Не захотелось. Да ты этим самым убьешь моего брата, да ты тоже не понимаешь, что я убьешь, я тебе говорю, не в переносном смысле, а по-настоящему. Дмитрий, вот вы послушайте. Когда моему брату было 17 лет, мы его чудом спасли, вытащили буквально в смысле из петли. Дело в том, что его первая школьная любовь изменила ему с его же лучшим другом на выпускном. Все ему тогда помогали, была очень тяжелая реабилитация. Ему было очень-очень всем и нам плохо. Мы его не могли оставить ни на минуту, ни на секунду. И вот сейчас, когда он счастлив, когда все хорошо, любящая жена, любящий сын, мир в семье, она хочет взять и это все разрушить? Да я тебе за него голову порву, поняла меня? Ой, смотрите, Дмитрий, тут уже угрозы пошли. Водички попейте, пожалуйста, водички. Да, попей водички. Угрозы пошли. Ну, Ирина Владимировна, можно понять, она за брата переживает. За брата? Или за себя она переживает? Ой, в общем... Жанна, а вы... Не понимаешь просто ничего. Ты не знаешь брата, это как знаю я. Я его люблю. Он очень сильный, очень хороший человек. А ты просто неблагодарная тварь. Вот и все. Ну, спокойно. Я согласна с тем, что я не знала о ситуации, которая была в 17 лет у Леши. Вот то, что он хотел, да, покончить жизнь самоубийством. Но я как рассуждаю? Ну, мы уже взрослые люди, нам уже не по 17 лет. Я подготовлю Лешу к этой ситуации, я ему объясню, что, ну, что, ну, мы взрослые. Сегодня я одного люблю, завтра другого. Что вы хотите сделать-то? Я так понимаю, об этом, об этой ситуации знают все, кроме Алексея. Да. Вы знаете, отец ребенка знает, муж Ирины, Ирина знает. Все это длится уже 4 года. Все все знают, кроме вашего супруга. Вы сейчас какую цель преследуете, официально признав отцовство через суд, установив отцовство Дмитрия в отношении Артема? Я люблю Дмитрия. Я хочу, чтобы он был моим мужем. И так как у нас уже есть общий ребенок... Я связи-то не вижу. Если вы решение суда получите, о том, что он отец, он автоматически станет вашим мужем? Я надеюсь на это, да. Вы считаете, что так случится? Да. Я думаю, что у меня тоже... А если он, согласно этому решению суда, просто отсудит у вас ребенка? Он не отсудит у меня ребенка. Ребенок по решению суда в основном остается с матерью. В основном. Если сейчас об этой ситуации узнает Алексей, скорее всего, он инициирует развод с вами. Может быть. По документам отец Артема, ваш муж Алексей, ну, собственно, и фактически, да, тоже он отец ребенка. Он в этом случае при разводе может просить определение места жительства ребенка с ним. Ну, может, спасибо. С учетом вот этой истории, что вы четыре года скрывали от него, что он не отец. Я буду бороться. Суд тут как бы не то, что встанет на сторону мамы. Во-вторых, Дмитрий знает прекрасно, что Артем его сын. Он участвует в его жизни как дядя. Не важно, если бы он хотел признать этого ребенка, он давно уже сам установил отцовство через суд. Но, Дмитрий... Он при этом может установить даже сам отцовство и опять же общаться с своим сыном и предъявить на него права, но не факт, что он на вас женится из-за этого. Не факт, но я буду бороться за это. За что? За то, что насильно вы его хотите на себе этим женить? Да нет, не насильно. Он в курсе. Обычно люди, когда... Ну, мужчина не знает... У вас просто, понимаете, у вас столько рисков остаться без семьи, без ребенка, уехать жить к родителям. Это ради чего все? Это ради просто бумажки из суда, которая подтвердит отцовство? Я считаю, что Дмитрий несчастлив с Ириной. Что она ему просто... А это, наверное, Дмитрий разберется. За 4 года он бы, наверное, нашел повод уйти от жены, если бы у них было все плохо. Так она ему все время про Лешу говорит, что Леша сейчас покончит жить самоубийством. И он просто за него переживает. Вот и все. Да не знает. Я не говорила об этом Диме, про Лешу. А вот об измене я знала с самого начала. Ну, что поделать, Дмитрий? Ну, так устроен, так устроен мой муж. Да, так и жила. Многие так семьи живут, и ничего подобного. Да, его просили. Он приходил ко мне и не раз, и говорил, я изменил тебе. Люблю, не могу жить, а я что делаю? Ну, я делаю вид, что прощаю. Ну, конечно, ну, а как же жить-то, иначе-то дальше жить? Любила я его и люблю. Ну, так устроен мой муж. Жан, я логики просто, я логики в ваших действиях не вижу. А я вам объясняю. Если вы пойдете в суд, разворошите вот это вот гнездо, то ничего не изменится для вас. Он на вас автоматически не женится, Дмитрий. Вы понимаете? А дети? Дети, вот как ты хочешь? У вас 4 года назад случилась связь, да? Да. Вот эти 4 года, которые прошли с рождения Артема, у вас были какие-то отношения или нет? Или Дмитрий решил, что это была его ошибка? Конечно, это была ошибка. Ну, нет, посмотрите, ну какая это? Ну, это какая-то ошибка вообще по жизни. Вы на что сейчас рассчитываете, Жан? Я не понимаю. Не пишайся. Это такая, знаете, вот этот вариант женской логики, точнее, ее отсутствие. Здесь я соглашусь с другом Ириной. Ты подумала? Подумала ли ты вообще о детях? У меня вот, у нас с Димой трое детей. Как они вообще собираются это воспринимать? Они всегда воспринимали Артема, как двоюродного брата. О своем сыне Артеме вы подумали? Ну, поймут. Вырастут, поймут. Далее в программе. Я страдал от того, что меня мои товарищи променяли на какого-то кота. Мужчина ограбил соседа, чтобы достойно похоронить и помянуть кота. Почему он решился на столь безрассудный поступок? И на какие жертвы готов теперь, чтобы избежать тюрьмы? Я буду рожать от собственного отца, я буду рожать ребенка своего отца? Ну? Как это у тебя вообще в уме складывается? Вдова и дочь от первого брака делят наследство умершего. Девушка не предполагает, какая безумная идея пришла в голову ее мачехе. Вы уверены в этом? Да, я им объясню. Ах так? Мне кажется, вы здесь рискуете остаться вообще за бортом всей этой жизни. С мужем, с Дмитрием и со своим сыном. Забирай алименты, и мы по рукам. Мне кажется, предложение платить алименты со стороны Ирины, мало того, что является таким, как бы, жестом доброй воли и разумным предложением вам. Дмитрий, как я должна буду потом Леше объяснить вот эти деньги, которые ты мне будешь платить? Да не надо никому ничего объяснять. Какой-то дядя чужой, да, платит? Вот тебе карта, на нее раз в месяц будет приходить сумма 10 тысяч рублей. И поверь мне, никто не будет знать, на кого ты эти деньги тратишь, на себя или на ребенка. Хочешь брюлики себе покупать? Хочешь салон красоты, спа-процедуру, шоппинг? Дело твое. Много я брюликов, интересно, себе куплю на 10 тысяч рублей. Давай так, давай так, мое предложение. 30 тысяч и по рукам. Я думаю, что жизнь твоего брата, если ты так за нее переживаешь, стоит того. 20 тысяч, и это только ради брата. И запомни одно. Подашь на экспертизу, останешься у разбитого корыта. Подашь на алименты, будешь получать в два раза меньше. И это последнее слово. Ты меня поняла? Хорошо, хорошо. Я согласна. 20 тысяч рублей ежемесячно на карту в качестве алиментов на содержание Артема. Согласна? Согласна. При этом не подаете в суд, не устанавливается отцовство, все остается так, как есть. Да. Хорошо. Я думаю, что это правильное решение для вас в первую очередь. Очень рад, что помог вам договориться. Всего доброго. Спасибо за участие. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Стороны договорились. Самое главное, что каждая семья будет жить своей счастливой жизнью. И с моим братом больше никакой трагедии не случится. Я, в принципе, рада принятому решению. Я останусь с мужем, я останусь с сыном. Все будут жить своими жизнями. Я буду получать деньги, которые буду тратить на себя. Вы этой квартирой можете подавиться. Не нужна мне ваша квартира. Ребенка мне верните. Присмотритесь. Ты залезла в постель к моему мужу и еще и забеременела от него. Это истории из вашей жизни. Мы с Валерой женаты 16. 16, 16 лет. И теперь все зря. Все зря. Мировое соглашение. Он человек-то хороший. Ну, не надо его в тюрьму. Смотреть обязательно. Инна Маркович здесь для того, чтобы совершить обмен доли отцовской жены в квартире на комнату. Лариса Маркович готова вообще отказаться от имущества, если падчерица согласится стать суррогатной матерью и родит ребенка от собственного умершего отца. Пожалуйста, Инга, вам слово. Добрый день, Дмитрий. Я здесь, чтобы урегулировать вопрос с Ларисой Андреевной, извините, пожалуйста, касаемо моего долга к ней, и чтобы решить вопрос с долей в нашей квартире. Ну, поподробнее. Смотрите, Лариса Андреевна, она вторая жена моего отца. Он умер полтора года назад. И нам досталась в наследство двухкомнатная квартира. Наследниками стали я, бабушка, его мать, и Лариса Андреевна. Лариса Андреевна в официальном браке состоит, да? Да, да. Поэтому всех по одной третьей доле, я так понимаю. Так. Мы с бабушкой очень долго жили в этой квартире, но Лариса Андреевна, она вообще живет в другом городе, и, в принципе, к доле этой у нее интереса нету. В каком-то времени она пыталась продать свои метражи, но у нее это как бы не получалось очень долгое время. Конечно, не получалось, простите. Потому что вы не позволяли пройти моим потенциальным покупателям в квартиру и осмотреть квартиру. Нет, это совсем не так. Квартира большая? Около 48 квадратных метров. Комнат сколько? Две. Две комнаты. И как бы нет, дело не в том, что мы не пропускали, да, или мы кого-то ненавидели, как ранее Лариса Андреевна об этом заявляла. Как бы сами поймите, мне кажется, ни одному человеку, ну, не было бы приятно жить совсем чужими ему людьми, и тем более если в этом окружении среди этих людей бабушка есть. Ну, по-разному у людей складываются обстоятельства в жизни. Кто-то приобретает долю исключительно, как, не знаю, деньги вложить, кому-то для регистрации, по-разному. Продать всегда можно. Это имущество. Найдутся покупатели. Ну, затем, так как продать она не смогла, она подала в суд на иск, чтобы взыскать компенсацию стоимости этой доли в 1 700 000 рублей. Как бы суд одобрил это. Удовлетворил иск, да? Да. И начали, как бы, удерживать с пенсии моей бабушки 17 тысяч рублей, с моей зарплаты такую же сумму. Но полгода назад бабушка умерла. И, как бы, я стала наследницей, соответственно, и долг мне тоже перешел. Я должна выплачивать 34 тысячи в месяц. Но, Лариса Андреевна, я не могу, понимаете, вам выплачивать в срок. Извините, Инга, а это вот решение сюда у вас как раз, да? Да. Вас как наследников, что ли, обязали выплатить долю другому наследнику его. Все верно. То есть выплачивали сначала вы и бабушка, после бабушки долг весь на вас. У меня долг перешел на меня, весь долг. Но я не могу выплачивать в срок. И когда вообще в ближайшее время появится такая возможность, я не знаю, у меня зарплата у самой 40 тысяч рублей. Как бы и 34 тысячи выплачивать в месяц, каждый месяц, на что я буду жить тоже, сами понимаете. И какая сейчас сумма долга, оставшаяся? 1 миллион 292 тысячи рублей. 1 миллион 292 тысячи. За год мы с бабушкой выплатили 408 тысяч рублей. Как бы и взамен этого долга я предлагаю, хочу предложить Ларисе Андреевне оформить жилую площадь, комнату моего жениха Павла Дроздова. Как бы взамен этой доле. Павел ваш жених. Да. Вы еще не женаты. Еще не женаты. Собираетесь. Да. Я тоже хочу сказать, что готов участвовать в данной сделке. Хочу поддержать свою невесту, потому что у нас серьезные отношения. И это лучшее предложение. У меня даже есть вот оценки моей комнаты. Ее, правда, ценили в миллион сто, но это лучшее предложение, что мы можем сделать. Это согласитесь, лучше, чем тянуть деньги с людей, у которых сейчас их просто нет. Абсолютно не согласна. Вы хотите что? Свою жилплощадь, комнату в коммунальной квартире. Да. Передать в собственность Ларисе Андреевне для того, чтобы погасить дом за Ингу, да? Да. Она может и распоряжаться, как захочет. Можете сдавать, можете продавать. Все будет как скажете. Это намного быстрее будет. Это лучшее предложение. Абсолютно не согласна. Мне это абсолютно неинтересно. Я не собираюсь, во-первых, понижать цену. И комната в коммуналке мне не нужна. Поэтому я хотела продать, как я вам уже говорила, я хотела продать долю, но вы мне не позволили. Вы не пускали потенциальных мэр. То есть у вас не было доступа к объекту недвижимости, которым вы владеете? Я хотела просмотреть квартиру. Поэтому я была вынуждена обратиться в суд. И по решению суда они должны выплатить, мне обязаны выплатить всю стоимость. Сейчас сумма долга почти 1,3 млн. Да. Ну а как вы предлагаете выплачивать? С чего? Слушайте, у меня есть предложение. Какое? Очень хорошее предложение. Я предлагаю вам и настать суррогатной матерью для моего ребенка. Вернее, для моего и вашего отца. Вот как. Вы в своем уме? Что вы мне такое предлагаете? Я в своем уме, тем более мы с Валерием планировали ребенка. Вы понимаете, я буду рожать от собственного отца. Это просто аморально, это инцест. А у вас уже есть эмбрионы, да? У меня есть эмбрионы, но мы, к сожалению, не успели. Так, как у Валерии. Нет, я не буду на это соглашаться. А Инна для этого подходит разве? Инна идеально подходит. Молодая, здоровая. Какая разница, подхожу я или нет? Подожди. Давай подумаем. О чем? Не спеши. Предложение, в принципе, хорошее. Хорошее? Для тебя? Ну смотри, как она сказала, эмбрионы состоят не из твоих клеток. Клетки твоего отца и его жены. Ты понимаешь, что я буду рожать от собственного отца, я буду рожать ребенка своего отца? Как это у тебя вообще в уме складывается? Это неплохое предложение, согласись. Ты меня должен сейчас поддержать. Я пытаюсь поддержать. Ты что вообще такое предлагаешь? Инга, Инга, давайте обсудим просто предложение Ларисы Андреевны. Во-первых, здесь есть два нюанса. Первый нюанс – это то, что суррогатной мамой может стать только женщина, у которой уже есть свои дети. Ну, безусловно, Инга могут пожениться с Павлом, родить своего ребенка и потом, возможно, оказать вам те услуги, на которые вы рассчитываете. Но есть другой момент, что Инга абсолютно против этого, да? Да. Я так понимаю. И нужна ли вам суррогатная мама, которая будет это делать из-под палки, вот в таком эмоциональном состоянии? Мне кажется, все-таки это важно для того, чтобы период беременности – настроение мамы, правда? И вам нужна ли суррогатная мама, которая просто не желает этого делать и делает это в силу каких-то обстоятельств для того, чтобы погасить долг? Мне кажется, это не очень разумное предложение с данным случая. Легче получить действительно деньги и найти себе суррогатную маму, эта сумма вполне достаточна, с которой будет все хорошо. Здесь слишком конфликтная ситуация ментальна для того, чтобы такой предлагать Инги, на мой взгляд. Ну, вы знаете, я отчасти соглашусь, потому что такая истеричная мама с такими предубеждениями мне, конечно, не нужна. Но предложение у меня хорошее. Ну, казалось бы, родила, отработала долг. Все. Мне комната в коммуналке не нужна. Нет, я не согласна, что одну комнату на другую. Нет, ты не знаешь, вот, знаешь, рассмотрим, вот, если ты считаешь это хорошим предложением, вот, сам себя подсаживай и рожай. Я не буду на это соглашаться. Инга, Инга, подожди, пожалуйста. Инга, Инга. Подожди, пожалуйста, Инга. Не знаю, идея прекрасная. Она прекрасно подходит. Лариса Андреевна, ну, здесь морально неприемлемая эта ситуация для Инги. Я думаю, что вы, вот, это предложение нужно забыть. Не нужна вам ни суррогатная мама, которая абсолютно не хочет этого делать, да? Ну, сами понимаете. Ну, а что же мне делать? Но денежные средства, безусловно, вы имеете право получить. Единственное, смотрите, у вас есть решение суда, которым вы взыскали с наследников, да, стоимость этого имущества. Но сейчас вот буквально недавно Верховный суд высказался по этому вопросу о том, что один из наследников вправе предложить другим выплатить ему деньги, но если другие наследники отказываются, суд взыскать не может. Так сказать, такой перелом в практике. Если они сейчас это решение обжалуют, то Верховный суд им отменит. Понимаете? То есть здесь надо как-то с деньгами решать вопрос, но, по крайней мере, то, что есть... О, прекрасно. То есть мы возобновляем, да, переговоры? Отлично, присаживайтесь. Поговорили. Успокоились немножко, да? Успокоились, обсудили, поговорили. Мы все-таки забываем про предложение, да, Лариса Андреевна? Извините, но не подходим. Здесь, я думаю, неуместно. Да, вы согласны. Давайте решать по деньгам. Павел, вы готовы продать свою недвижимость для того, чтобы погасить долг? Да, я готов. Вы понимаете, на что вы идете, да? Понимаю. То есть если вдруг у вас с Ингой ничего не получится, и вы погасите сейчас этот долг за нее, в принципе, она вам ничего не должна. Вы останетесь без жилья. Да, мы готовы пойти на это решение. Вот прям точно. Мужчина ограбил соседа, чтобы достойно похоронить и помянуть кота. Почему он решился на столь безрассудный поступок? И на какие жертвы готов теперь, чтобы избежать тюрьмы? Мы обсудили. А может быть, вам рассмотреть... Ну, я позволю себе предложить вариант, да? Значит, смотрите. Как мне видится, решение этой ситуации. Павел продает свою комнату в коммуналке за эти денежные средства, все-таки, чтобы соблюсти его права. Он покупает одну треть в квартире Инге. Ну, раз вы все равно будете вместе жить, да? Ну, да. И на эти деньги, которые Инга получает за свою долю, она гасит долг. Может быть, как-то вот... Ну, миллион сто меня не устраивает. Ну, пусть еще кто доплатит. Ну, хотя бы сейчас можно было бы этой суммой погасить большую часть долга. А уж остальные двести, ну, допустим, если нет возможности единовременно выплатить, да, сейчас, может быть, какую-то рассрочку пересмотреть. Но это почти вся сумма долга. Почти вся. Ну, миллион двести меня устроит. Миллион двести устроит. Миллион двести мы сто тысяч выстроим. Ну, тысяч двадцать, смотри, родители мои нам дадут. Вот остальные возьмем кредит, будем потихонечку отдавать. Вдругому никак. Ну, кредит можно взять, да, на какой-то период, и там будет более комфортный платеж. Хотя бы так. По крайней мере, вы закроете эту тему, и вас не будет тяготить такой большой долг. При этом права Павла будут соблюдены, все-таки он не лишится своего жилья. Долг все-таки ваш. Вы пока даже не женаты, да? Надо учитывать, жизнь складывается по-разному. Но и у Инге будет возможность погасить долг и не испытывать таких финансовых трудностей. Ну, и Лариса Андреевна даже готова вот 92 тысячи вам простить. Главное, чтобы получить денежные средства. У нее есть цели, на которых она хочет их потратить. Это тоже надо учитывать. Как вам такой вариант? Мы согласны. Вы согласны, что это самое разумное решение, да, в данной ситуации? На таких условиях все согласны? Да. Все, отлично. Я очень рад, что вы договорились. Пожалуйста, ваше решение суда. Ну, тогда продавайте коммуналку. И дальше уже по той цепочке, о которой договорились, надеюсь, на ваше благоразумие в исполнении тех обязательств, которые вы на себя приняли. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо. Стороны договорились. Ну, конечно, Ларису Андреевну совсем не в ту сторону понесло. Она как начала говорить про суррогатное материнство, я думала, это дело вообще надолго затянется. Нам очень с Дмитрием на самом деле повезло. Замечательно предложил решение. И долг практически не остался. И квартира за нами закреплена полноценная. Ну, я надеюсь, что будет так, как мы запланировали все. Пока ребята ищут деньги, я начну искать суррогатную мать. Люди приходят сюда врагами. Я сделаю все, чтобы твой пинк генил в тюрьме. А если его не посадят, я его сама убью. Дмитрий Агрис на ваших глазах делает и с друзьями. Вы обижены ведь на него только потому, что любили его, правда? Ладно, Максим. Вот такие чудеса. Если вдруг я еще подниму руку на него, я буду дарить ему одну восьмую от этой квартиры. Да я до полквартиры не доживаю. Каждый будний день в мировом соглашении на нашем телеканале. Ничего от вас не даришь. У меня опыт большой. Виктор Борцов пытается добиться смягчения приговора для брата и хочет выплатить компенсацию пострадавшему мужчине. Александр Лячин согласен принять компенсацию, но требует увеличить сумму в 10 раз. Пожалуйста, Виктор, вам слово. В чем суть конфликта и какое бы предложение вы сегодня хотели сделать Александру Петровичу для разрешения данной ситуации? Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Я представляю интересы своего брата здесь, который сейчас находится в СИЗО. На него возбуждено уголовное дело по 161 статье, часть 2. Грабеж с принятием легкого вреда здоровья, не опасного для жизни. Так, как брат зовут? Брат зовут Егор. Егор. Денисович, я так тоже понимаю, да? Так, пожалуйста. А что произошло? Произошла, в общем, драка. Он слегка ограбил и слегка избил нашего хорошего знакомого, можно сказать, нашего соседа-друга, Сашку Петровича. Слегка это как? Это как будто немножко беременно, это из этой серии. Это как слегка так. Он ударил и отобрал у него 4 тысячи рублей. И сейчас ему грозит срок до 7 лет. Сколько отнял ты? 4 тысячи рублей. Как в песне поелся фантазер. Сейчас ему за это грозит до 7 лет лишения свободы. Так. Это, конечно, абсурд. За 4 тысячи и за два удара по лицу давать человеку 7 лет, я считаю, это просто абсурдно. То есть за это он может отправиться в колонию строгого режима. Вот мое тебе предложение нам с Егором, то есть мы решили 20 тысяч рублей. Вот что мы тебе предлагаем. Это возместить украденные 4 тысячи. Да, да. Это в 5 раз больше, чем у тебя забрал Егор. Сходи в магазин на них. Виктор, а в связи с чем брат-то ваш ограбил Александра Петровича? Такая послучилась ситуация, что они в тот вечер хорошо выпили на районе. Попили пиво. Но дело в том, что в этот день погиб его лучший друг, моего брата. Это его Мурзик. Так, еще раз. Лучший друг Мурзик? Мурзик, да. Это его кот. А, это кот. Да, это кот. Они решили сначала выпить. У вашего брата был кот Мурзик. И он погиб? Да, в этот день он погиб. Что случилось с Мурзиком? Кот гулял всегда на улице. То есть кот был всегда самостоятельный. Удивительно, что кот любил очень пиво. Обычно коты пьют молоко, а наш очень любил пиво. Но они хорошенько выпили в тот день. И решили выпить еще. Пошли в магазин с заводкой. А до закрытия магазина осталось 15 или 20 минут. А Мурзик побежал вперед, и его сбила машина. Прямо на глазах у Егора. Ну, Егор решил устроить похороны и поминки своего кота. И решил занять у Петровича немного денег. А у Егора еще сколько там зарплаты осталось? Где-то неделю-полторы. Ну, и Петрович что-то начал девочку включать. И сказал, что денег вообще ни на что не даст. Удивительно, пили вместе, а денег он давать не будет. Кстати, Петрович, ты такой вредный, гадкий бываешь во время, когда ты пьян. Да что значит, пили вместе? Они прям со столькими людьми пили вместе. Ну, и дал тебе Егор два раза по морде. И отобрал тебе эти 4 тысячи. Но эти 4 тысячи пошли на нужное дело. Вот даже посмотрите. Вот, похоронили кота по-человечески, да, похоронили кота. Вот посмотрите даже. Вот смотрите, какая красивая рамочка, да, Барцов. Пожалуйста. Вот смотри, какая красивая рамочка с ленточкой. Все как полагается. Вот эти деньги пошли не на просто так. Ну, то, что осталось, да. Барцов, у него даже фамилия Мурзика была, Барцов. Да, 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 он 12 лет прожил вместе с Егором. Верный друг, ты навеки в наших сердцах. Витюша, вам с Егором лечиться надо. Только не от алкоголизма. Это во дворе мы его похоронили. Во дворе дома? Да, памятник, да, все как полагается, все как у людей. А, пожалуйста, Александр Петрович, как вы относитесь к такому предложению? Вашего друга? Дмитрий, я готов снять все, как это у вас на юридическом языке называется? Претензии, да. Претензии свои и так далее. Считать вред заглаженным, так сказать. Да, но 20 тысяч, это... Мне нужна компенсация 200 тысяч. Во-первых, он меня не... Слушай, Петрович, ты... Да помолчи ты. Виктор, я слушаю Александра Петровича. Он говорит, не ударил там что-то. Он меня просто... Так, что это самое, с ног до головы. А что ты сидишь целый? Простите. Да я в больнице лежал две недели. Синяки, побои, сотрясение... Синяки у тебя были, когда до сладки упал. Сотрясение мозг. Сотрясение мозг, да. А почему, Александр Петрович, не дали денег-то, 4 тысячи пожалели для похорон, я так понимаю, вашего общего друга и соботыльника Мурзика? Да я, ну что, дочь миллионера, какие похороны кота? Вот этого Витюшу, его тоже надо привлечь. Он знал про все эти дела, что Егор у меня украл последние, кстати... Да, знал. И я осуждаю этот поступок. И он эти деньги пропил с Егором, а сейчас выгораживает его. Его тоже надо каким-то образом, помогите мне, каким-то образом привлечь к ответственности. Егор ко мне пришел. Они должны оба сидеть. Все, хватит. Надо, во-первых, завязывать с пьянством, завязывать с такими друзьями и компенсировать моральные... В общем, как-то надо начинать жизнь заново. В этом пьяном угаре невозможно жить. Поэтому я обратился к врачу. Вы подумали, что сейчас самый хороший момент за счет Егора и Виктора начать новую жизнь, да? Да, и эти 200 тысяч, в том числе, пойдут мне на лечение. На лечение. То есть Егора с Виктором мы сажаем. Да, да. И Виктора тоже мы сажаем. Конечно. Они сидят в тюрьме, а вы начинаете новую жизнь. Да. Вы считаете это справедливым? Новую трезвую жизнь. Вы считаете это справедливым? Я считаю. А я здесь при чем, если меня там не было? Ты знал о том, что Егор собирается... Ну, о том, что Егор сделал. Ты с ним бухал на эти деньги. Какие... Он мне все рассказал в этот вечер. Фотографии, Дима. Дмитрий. Дмитрий, извините. И что, фотографии? Можно посмотреть фотографии? Да, пожалуйста. Посмотри. Это же металлолом. Это вот собрали на свалку. Какой металлолом? Очень приличный аграр. Металлолом. Прилично покрашенный. Может быть, краску подороже купили. Не купили, а украли где-то. Так что, Петрович, заканчивали комедию и все. То есть вас сумма просто не устраивает, да, Александр? Я правильно понимаю? Я говорю, 200 тысяч, да. 200 тысяч? Две раз ходим. А с чем вы вот, ну, мотивируете 200 тысяч рублей? Почему не 2 миллиона? Потому что я себе... Ну, у вас... Взяли у вас 4 тысячи, да? Да. Петрович, мы тебе в 5 раз больше даем. Безусловно, причинили вред здоровью. Соответственно, моральный вред. У вас какие-то были траты на лечение. Вы говорите, вы лежали в больнице. По полису лечились? По полису, да. Может, какие-то были приобретения дорогостоящих лекарств за ваш счет? Я не знаю, там... Во-первых, за это время я успел еще сходить... Это не имеет отношения непосредственно к нашему делу. Но я успел сходить к врачу-наркологу, который поставил мне мозги на место. И так далее. Ну, смотрите, сколько плюсов. Не произошло бы это, к наркологу бы, может, не попали. Так бы и пили с Мурзиком. А, ну, с Мурзиком уже не получится. Слава богу. Царство ему небесное. Мешно, да. Ну, 200 тысяч вот... Ну, почему 200? Вот объяснить мне. Вот, смотрите, вы придете в суд. Сейчас Егора будут судить. В суде. Вам разъяснит судья ваше право на предъявление гражданского иска. Вы имеете право на компенсацию морального вреда, на возмещение вреда, причиненного здоровью, который, ну, если по чекам там, да, чисто по деньгам, если на лечение расхода, и компенсацию морального вреда. Вы говорите, 200 тысяч рублей. Мое требование, как истца гражданского, 200 тысяч рублей. Вас суд спрашивает, обоснуйте. 200 тысяч рублей. Ну, значит, причинение морального вреда, получается, остается. Вот, моральный вред тоже надо обосновать свой, понимаете? У вас что, ушибы, сотрясение мозга, да? Да. И что еще? У меня все тело было ушибом. Я тебе сказал, ушибы у тебя, как славки упал. Так, вы вот за это хотите 200 тысяч рублей. Расходов на лечение, я так понимаю, вы не несли. Ну, что такое моральная компенсация? Моральная компенсация, это не ушибы же. Это моральные, это то, что в голове... Нравственные и физические страдания. Да. Ну, скорее, надо сказать... Вот вас суд спросит. Вы от синяков и от сотрясения мозга так страдали сильно, что оценили это в 200 тысяч рублей? Я страдал от того, что, во-первых, меня мои товарищи променяли на какого-то кота, хоронили кота... Ну, Петрович, если бы не был таким вредом, это бы ничего бы ни случая, его зла. Какого-то кота у них, как его... Это суд даже слушать не будет. Вот про кота вас променяли, вообще не имеет отношения к этому делу. Еще какие-то обоснования. Петрович, у меня к тебе предложение. Ты сколько раз говорил, что у тебя проблемы с женой, то есть у тебя молодая любовница, а с женой у тебя проблемы. Разводиться ты с ней не собираешься, чтобы не делить участок и квартиру и ради детей. Поэтому, слушай, давай-ка, знаешь-ка что, твой супружеский долг мы на себя возьмем. То есть я на себя, и Егор, когда выйдет, он также на себя берет обязательства на целый год. Так, подождите, подождите. Я еще от вашего пьющего мурзика не отошел, а вы мне уже про супружеский долг вы готовы исполнять? Да, совершенно верно. У него молодая любовница. Я согласен. На что вы согласны? Ну, моя жена вообще моложе с годами не становится. Так. Ребята, они мне не посторонние. Пусть только не один год, а два года, и не нужны мне ваши двадцать тысяч. Петрович, черт с тобой согласен. Два года. Два года согласен с тобой, Петрович, все. Просто в чужие руки отдавать каравиночку свою. Жену. Да. Все, Петрович, я согласен. Два года, так два. Я правильно вас понимаю, вы готовы снять все свои претензии по инциденту с грабежом? Я готов. Вместо того, что Егор или Виктор будет исполнять супружеский долг ваш? Оба. Оба? Да пусть оба. Оба. По очереди или? Как Егор выйдет, я и... Два года будут. А супруга-то ваша как к этому отнесется? Она не против. Она уже намеки делала неоднократно, так что она не против. И вы не против. И вас вот такая ситуация устроит. Да? Ну а почему? Что в целлюзионном мире живем. Сейчас такое творится. Действительно. Не самое страшное, да? Конечно. Сейчас. Так, вы понимаете, письменно, естественно, я не могу это все зафиксировать, иначе буду сидеть рядом с Егором в СИЗО. Но надеюсь на ваше благоразумие. Я рад, что вы, в принципе, нашли способ решить как-то свой конфликт. И это, возможно, как-то поможет Егору. Правда? Потому что ситуация такая, ну, все бывает. Не вот уж прям какой умысел был на причинение как материального, так и физического вреда. Надеюсь на ваше благоразумие. Уже за пределами моего кабинета будете решать вопрос, как вы будете восполнять моральный вред через супругу, без супруги, да? Это вы уже решите. Но, в принципе, то, что вы смогли договориться, я очень рад. Все? Да. У меня нет предмета. Спасибо вам большое за участие. Всего доброго. Стороны договорились. Жена у Петровича, конечно, не красавица, но я сделаю все возможное, чтобы ее удовлетворить. Амурсику – царство небесное. Ну, что поделать, люди они не чужие, и ради женского счастья супруге пришлось договориться. У меня, честно, разрушилась жизнь. Я потерял семью. А у тебя в голове две деньги. Компромисс – это не слабость. Да я тысячу раз неправ. Когда я развелся с тобой, я был тысячу раз неправ, да? Ну, что мне сейчас? Мне не вернуть это время. Умение договариваться – это сила. Но у меня в данное время нет таких денег. Устройся на работу, как настоящий мужик, в конце концов. Учитесь у Дмитрия Агреса. Мне кажется, вам надо поговорить. Без меня вдвоем сесть и поговорить. Мировое соглашение. С понедельника по пятницу. Ты куда пелишься? На нашем канале. Дмитрия Агреса.